Здравствуйте друзья. Сегодня мы с вами рассмотрим еще одно устройство для умного дома от известного производителя Acara. Это драйвер для управления светодиодными лентами. Гаджет позволит добавить в умный дом практически любую, в том числе уже установленную, светодиодную ленту с напряжением питания 12 или 24 вольта и током до 12 ампер. Из особенностей сразу хочу отметить, что герой обзора относится к тому классу устройств, которые не просто достать. На алиэкспресс, по крайней мере мне, он ни разу не попадался. К сожалению для новинок от Acara это довольно частая ситуация. Отдельная благодарность всем, кто поддерживает мой канал на сервисе Patreon. Модель ZNT GMK11LM, тип устройства драйвер LED-лент, каналы управления 4 RGBW, интерфейс ZigBee 3.0, рабочее напряжение 12-24 вольта, максимальный ток нагрузки 12 ампер. Параметры окружающей среды, температура до 40 градусов Цельсия, влажность до 95 процентов, размер 74,5 на 33 на 19 миллиметра. Приехало устройство, а заказывал я его на китайском TMO, в небольшой коробочке с черно-белой полиграфией. На фронтальной части схематично изображен драйвер и указано название производителя. Сзади перечислены параметры устройства, которые я уже проговорил. Видим тут обилие иероглифов, верный знак того, что устройство ориентировано на китайский рынок. Комплект поставки весьма аскетичен, драйвер и маленькая инструкция на китайском. Если честно, я в нее даже не заглядывал. Блока питания в комплекте нет. Внешне устройство больше всего мне напомнило двухканальное реле от того же производителя. Такие же округленные углы, винты контактных площадок, кнопка сопряжения. Только форма прямоугольная, в отличие от квадратного реле. На одной из сторон контакты для подключения ленты, их 5. Плюс питание и 4 канала управления. Белый, красный, зеленый и синий. С другой стороны подключается блок питания на 12 или 24 вольта. Его вы должны предусмотреть самостоятельно, в зависимости от типа используемой ленты. Напомню, что максимальный ток, с которым может работать драйвер 12 ампер. Сзади ничего интересного нет, только следы какого-то клея, инструкцию зачем-то приклеили к корпусу устройства. Хотя о размерах я уже сказал ранее, думаю что показательнее будет показать в сравнении. И для этого чудесно подойдет обычный спичечный коробок. Драйвер очень небольшой в размерах. Для перехода к логической части, гаджет нужно подключить к источнику питания, напоминаю, что для этого нужно уже иметь свой блок питания. После этого устройство сразу переходит в режим сопряжения. Вручную его можно запустить, нажав на 5 секунд кнопку сопряжения. Далее, в списке устройств находим драйвер для светодиодных лент. Выбираем к какому шлюзу его подключать, устройство же работает по zigbee. И при необходимости, если синяя лампочка на драйвере уже не мерцает, зажимаем кнопку на 5 секунд. После этого новое устройство подключается к шлюзу. В общем в списке умного дома оно отображается просто как лампочка. То что это драйвер, видно в меню устройства. В плагине устройства есть три меню. Многоцветный свет, это управление RGB каналами. Цветовая температура, это белое освещение. И динамический свет. Ниже доступна опция установки таймера обратного отсчета, длительностью до 23 часов 59 минут. Общее меню настроек занимает два экрана, и по большей части тут все более и менее стандартное. Что меня обычно больше интересует, это настройки самого устройства и конечно обязательно проверяем версию прошивки. Вот тут есть кое что интересное. Можно активировать опцию сохранения состояния при восстановлении питания, а также отключать светодиод на корпусе. Хотя как по мне, такие устройства предназначены для скрытого монтажа. Прошивку сразу обновил на последнюю. Пора переходить к собственной работе драйвера с светодиодной лентой. Для этого у меня имеется катушка 5 метров. RGBV ленты, рассчитаны на питание в 12 вольт. Как и на корпусе героя обзора, тут те же 5 контактов. Общий плюс, 3 цветных и контакт управления белыми диодами. Как видно на слайде тут физически разные цветные и белые диоды. Изначально я подключил все контакты согласно маркировке на ленте, тут и цвет проводов совпадает. Но впоследствии выяснилось, что красный и зеленый оказались перепутаны местами, поэтому пришлось поменять эти провода для корректной работы. После подачи питания на контроллер, он включил ленту, так как я в ходе предварительных тестов, включил ее в приложение и активировал режим сохранения состояния после восстановления питания. Большой круг регулирует яркость, круг в центре или цвет, или цветовую температуру, но в моей ленте она не регулируется. Обратите внимание, что контроллер показывает потребляемую мощность ленты, а она в зависимости от яркости может отличаться в разы. Для мощных лент обязательно предусмотрите охлаждение в виде металлической подложки. Еще одно наблюдение, мне так и не удалось активировать режим динамического света, в приложении под Android, в то время как в приложении под iOS никаких проблем нет. Думаю, что этот глюк исправит, но вот так он ведет себя по состоянию на дату обзора. И еще один показатель, при включенной ленте приложение точно в процентах показывает установленную яркость, код выбранного цвета и цветовую температуру в градусах Кельвина. При выбранном мной варианте подключения одновременно белые и цветные каналы есть некоторые неудобства. Например, у меня не получилось вручную отключить отдельно белый или цветной канал. Переключатель включения и яркость у них общая и горят все диоды сразу. Но в предустановленных сценах, белый канал отключается и горят только цветные диоды. Мне кажется логичнее было бы разделить управление на два виртуальных устройства цветной и белый светильник. Через слюза Кара М2, который подключен в HomeKit как мост, в систему пробрасывается и драйвер, причем как светильник поддерживающий режим адаптивного освещения. Кроме включения и выключения, а также управления яркостью, тут есть несколько предустановок, но только под белые диоды с сменной цветовой температурой. Что касается цветного света, тут я его не нашел. Через HomeKit все работает быстро и без задержек. На ленте работают и белые и цветные диоды, на белых меняется только яркость, а на цветных и оттенок. При применении рассеивателя, думаю можно получить смешанный свет разной цветовой температуры. Драйвер можно ставить для управления просто RGB лентами, без белого, тут я отключил канал управления белыми светодиодами. Работает только цветная часть ленты. Аналогично будет работать и RGB лента. Точно также можно отключить свет и оставить только белые диоды. Такой вариант подойдет для управления, например рабочей подсветкой с изменяемой яркостью. Что касается автоматизации wakara home, драйвер может работать и в разделе если, это триггер сценария. Тут имеется 4 варианта, включение-выключение, это событие и включено-выключено, это состояние, пригодятся для условий. В режиме тогда больше вариантов, начиная с стандартной троицы включить-выключить и переключить состояние, до более тонких настроек управления яркостью, цветом и цветовой температурой, а также запуском предустановленных сцен. Раздел обзора посвященный mi home неприлично мал. Я применил связку из адаптированного приложения с сайта kapiba.ru и региона Китай. Кроме этого, не найдя устройства в списке, я перевел шлюз в режим сопряжения, троекратным нажатием кнопки на корпусе. Чисто физически, драйвер подключился, но вот логически приложение опознать его не может, так что тут все печально. Несколько веселее все обстоит с zigbitum qtt, на момент проведения теста у меня стояла версия 1.20. Запускаем режим сопряжения и активируем его на драйвере. Менее чем полминуты и устройство опознается и добавляется в систему. Применять внешние конвертеры мне не понадобилось. Устройство имеет стационарное питание, которое не зависит от того, подключена к нему нагрузка или нет. Это дает возможность использовать его как роутер, то есть транслировать через него сообщения от других участников сети, что и сделал производитель. На вкладке Exposes нашелся стандартный набор как для управления лампочкой, переключатели, ползунки яркости цветовой температуры, меню выбора цвета. Однако это не все фишки устройства. Если сравнивать с Acara Home, тут не хватает энергомониторинга и опции сохранения состояния и отключения диода на корпусе. Home Assistant устройство залетает как обычная лампочка. Меню управления как у лампочек с цветным и белым режимом свечения, сменной цветовой температурой. Тут даже есть какие-то эффекты, правда я не заметил чтобы они как-то влияли на работу ленты. Драйвер Acara T1 дополнил уже немаленький ряд устройств добавленных в SLS шлюз в ходе сбора материала для обзора. Его поддержка есть в прошивках начиная с 21 июля 2021 года и более новых. Процесс подключения стандартный, шлюз переводится в режим Join, на драйвере зажимаем кнопку на 5 секунд. Все корректно добавилось, никаких ошибок и красных отметок на модели устройства. Номер конвертера для драйвера 52, следующий после 51 конвертера для Acara E1 из моего прошлого обзора. Отдельное спасибо их разработчику Григорию за оперативное добавление устройств. В меню стоит стандартный набор для лампочек. В принципе тут все то же самое что и в ZigBit UMQTT, там используется стандартный конвертер для светильников. Этим видимо и объясняется отсутствие дополнительных опций, которые есть в Acara Home. Аналогично все и в меню устройства в Home Assistant. Отличием от ZigBit UMQTT тут является только название в строке прошивка. Система считает устройство светильником. Еще раз повторюсь, я считаю, что для этого драйвера, было бы лучше в системе управления разделить его на две независимых виртуальных сущности, светильник белого света и цветной. Способ использования героя обзора очевиден, он ставится между светодиодной лентой и блоком питания, превращая ее в часть умного дома. Это удобнее и функциональнее использование управляемых розеток или диммеров, которые умеют работать с напряжением сети. Интересной опцией является и энергомониторинг, но пока только в штатном приложении. К минусам в первую очередь стоит отнести несколько странную на мой взгляд организацию управления цветным и белым цветом. На мой взгляд логичнее было бы их разнести или дать пользователю возможность выбрать такой вариант. Еще один минус, но это уже не устройство производителя, труднодоступность с точки зрения покупки. Нужно искать или у местных перекупщиков или заказывать на китайских площадках. На этом все, надеюсь что обзор был вам полезен и интересен, буду благодарен за ваши лайки. Если вы хотите вовремя получать уведомления о новых видео, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Кроме YouTube канала, у меня еще есть канал в Telegram, где я публикую различные новости, а также ссылки на интересные товары по тематике умного дома. Спасибо за внимание, до новых встреч.